всем привет сегодня я выбрался на охоту преимущественно на куропатку больше сейчас встретить мало шансов кого есть вот хочу вам рассказать про эту птицу немножко что она представляет вот это вот цвет куропатки точнее ее посадочная полоса вот так вот они садятся просто брюхом падают снег и катится потом след заходят в лес и убегают было две отошел от села примерно метров 500 вот поднял две куропатки пытался к ним один раз подкрасться пока но не получилось улетает далеко уже швыны все будем дальше их искать вот от крыла у них тут отпечаток остался убежал она конечно камер сегодня не используя потому что на троне мёрзну толку снимать и вообще нету только включаешь одеваешь на голову все она отключается так что возможного из самых моментов выстрелов показать вам не смогу сегодня вот еще один след от 2 вот ее ямка такая вот они походу здесь под кусом сидели обе стал подходить они улетели улетели в в том направлении вот так вот так какое у нас сегодня число то 16 кажется января сегодня температура воздуха примерно минус 4 плетель южный ходить тепло поэтому одевался я не толсто тонко чтобы не поте сильно заячьи следов конечно тоже море мы сейчас найти практически нереально заяц с белой сливается прячется хорошо только если случайно курпатку то раз увидеть очень сложно белая птица на белом сами понимаете только когда взлетает наличие движение и два черных пираных хвостей вот ее прошагал где-то километр этих курпаток я уже не нашел езду потерял все будем искать других вот такая наша природа все-таки крайний север считается уже километров 100 до тундры вот такие у нас березки в основном короткие толстые кучерявые ход исход вот эти видите места такие поросшие красноярники это старые озера превратившие болото после чего на них выросли эти кусты вот так вот них тоже любит быть курпатка заяц на все что угодно принципе курпатка с этими и питаются этими кустами почки этих откусывает кончики тонкие веточки лыжи использую таежные широкие длинные деревянные сегодня пасыку не стал делать не будет очень скользко лыжи ведут хорошо проваливается мало единственное только когда если заходишь на маленькую поздню где никто никогда не косил уже давно трава высокая и получается снег лежит на траве это и дешево надавливается проваливается и ты сам тоже проваливаешься вот так вот дальше пойду туда вот такие у нас места в основу кустарниковые леса идут еще одна особенность северных лесов видите стоит береза они вот такие шишки наросты что-то типа веников это тонкие веточки сплетенные в кучки вот так и не выглядит как будто гнезда много люди могут подумать сначала издалека что-то сядьте дерева и часто с ними путают идут подкарабываться смотрят почки 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 наросты вот так и не выглядит нас далека даже не поймешь что это толком если сам не знаешь я то все наши места знаю уже в курсе что где есть пошел на озеро называется большая вилочная здесь тоже бывают рыбачи вот например стоит караулка и охотники седают весной и уток стреляют если кто не знает конечно так еще называемый шалаш раздербанено немножко ветром вот зайцы ветку погрели и вырастет кстати зайцы его любят что если я пришел то очередная виска видите в кустах очень много следов кара палочек но не все вчерашние это вечер мы с набегали на той стороне тоже вот все в следах а так как ветер сильный он сразу метает так что какой его делаем они где-то здесь будем искать надеюсь что близко взлетят выстрел и упадет что-то если повезет конечно же вот так вот в итоге прошел уже где-то четыре с половиной пять километров ну что сказать прошло где-то еще час прошел по всем этим кустам всем этим вискам озерам и так далее следов море старые все правы вчерашние но кроваток нет ни одной не видать и надежь их возможно сядет в лунках он кусал сок куда ни иди везде кусты они могут везде где угодно также могу метров питаться и против буквально эти вендеры не взлетят что сказать пойду дальше тогда искать то ли рябчиков то ли еще кого что будет более серьезно риса вот так вот шковник еще остался его по осени по первому снегу тетерва хорошо клюют также глухари пеструхи вся боровая общими питается вот такие вот места время уже где-то пол одиннадцатого на улице толком не светло даже и то будет марте когда уже солнце будет высоко сейчас тем более еще и по сможем заяц тоже не видать только следы и то старые видно тепло сыт и не даже не бегают обычных мороз гоняет он опять же старый следы заячь лиственница старая я когда-то молнию ударила в макушку макушкой сгорела больше не растет вот я нашел это мега лиственница большая здоровая моя рука ну например можно с никого на размер мы начали купить тоже сковоросил хоть не будет надписи какие-то это первые буквы имен людей которые раньше работали все накосили уже давно кстати красивое дерево конечно красивый момент получился да лыжня такая уходит в горку и это лиственница вот так вот ладно мы пойдем дальше интересно кого-то мы что-нибудь найдем не найдем после чего раз ворогина жяготки сухие остались вкусно пахнет тут завалы пошли связающие старые опять же они в любых кустах есть ладно выйдем еще ночи стоит может слуна кого поднимет тоже шанс большой тут и глухаря хватает и тетерева правда это год бедный по ним конечно шанс всегда шанс есть пучки начнут образовываться на березке пойдем туда интересный момент елка ветвистая такая много крон имеет крон имеет потом много потому что видать когда маленькая была тут и оторвал макушку и вот это место соединения так вон и пошла как бы уродины конечно так вот березы сухие стоят уже гнилые с трудными на коре на дереве так вот зима и зима как бы ничего интересного на свою природу поснимать тоже надо на память чтобы было вот таких лягах раньше бывало дерева взлетали клонки себе делали здесь ветер не берет вот они тут сидели даже в этой ляге помню когда-то были давно уже лет 10 назад ладно пойдем дальше туда примерно в ту сторону искать рябчиков хотя бы хоть кого-то ребята я в лесу только зашел в лес и наткнулся сразу пластинный свет след пластинный лось пришел как бы уже старенький заметил но факт что здесь лось есть они не ушли очень далеко даже где-то тут возможно один нашивается что интересно также нашел кучу лунок вот так вот тоже старая лунка была кого-то уже замело все там птичка жила какая-то какая-то ну ладно пойдем искать кого-то что будет красивая ровно елка ну идищи здесь есть точно все небольшой привал нужно перекусить скоро сил уже не будет пока так никого не встретили кроме переду пропад что были сначала и все я завалил свой фирменный специальный под названием иван чай он как-то больше сил дает чем обычный чай да и полезнее конечно хорошей чай пара бутиков не часто снова такого больше не беру с собой это налегке хлеб с колбасой и все спасаюсь хорошо в лесу воду чистый никого нет тишина покойстве даже дичь не важно сам главный процесс но все равно интересно кого-то найти увидеть надо было и времена здесь все эти березы были в тетеревах устаи были по штук 100-150 потом походу мигрируют куда-то улетают но лишние конечно убивают все равно охотников тоже хватает вот такой вот чай получается черный черный темный чай лучше не придумаешь жарко на улице тепло одет во флис жарковато у него все равно для ходовой охоты водный баланс тоже надо восстановить и дальше потопаем на улице единственная надежда наконец-то того носка там ельный хороший рябчики всегда там жили вся надежда остается на него если что-то будет то возможно с вернем ну что ребят вот свежая лунка рябчика правда куда-то вылетел так это видать у вас вчерашний след он прошел прокопал здесь я здесь зарылся посидел ночку и вылетел вот здесь он был замахивал крыльев куда-то улетел как правило сейчас зимой по одиночке не летают все равно где-то стойка должна быть вот так вот шансов больше поищем еще куда он улететь мог интересно так даже остров находил за вперед ну конечно надо и прислушиваться вдруг тетерев где-то закукарекает как говорится здесь тоже надо слушать можно услышать как и тетерев или глухарец начнется говорить там пищать не знаю как сказать то мне так где нашел куда он интересно нашел красивые места да березы раньше здесь леса конечно было намного больше но дрова выпилили почти все вон пеньки остались все остальное под снегом так вот ладно будем дальше искать вот единственный представитель лесу пока вот эти птички синицы что ли еще одна осталась опа на елку сели рябину клевали вот эту вот нягоды еще остались сейчас голодные не помрут жертвы им еще хватает вот красота да красота северного леса это кстати озеро первое что называется прошел по всему этому ельнику по то место где что-то могло быть да было два рябчика слонок вылетели и сразу же исчезли так больше их не видел даже не реально было выстрелить как воробьи летают влево право вверх вниз вот так вот ладно еще потопаем дальше еще одно местечко проверим вот припадка здесь как то особо не садится места немножко не для нее большое довольно таки озеро зимой здесь ничего не клюет конечно только летом можно поймать горюки Ладно пойдем дальше Нашел бухаря вот он и берези сидит так вот он левее вот он красавица хотя хрен то не глухарь такой же нарост блин хорошо видеть камеру вместо бинокля можно сдалека увидеть то это или не то хотя отсюда смотрю будто 100% глухарь сеет тело шея блин все как надо но нет казалось кочка такая же так вот ладненько будем держать путь этот черомушник вот этот вот как там тоже ляпчиков расстреливал вот сок рябины еще остается все деревья у них в ягодах но дичи пока нет входит что это хотел от этого миха дичь пока толком не встречается кроме двух рябчиков после у них вот здесь сеть озер целая большая много озер идет здесь утки по высине и по весне тоже много тоже здесь стреляем прошагал где-то еще полтора километра пока никого не видел след только зайцев, норки, куницы белки и так далее спустился снова так называемую иру по близкам походить погулять а вообще еще и найдется где-то плоденчик штурмовать какой лес тут на лыжих еду примерно провалились сантиметров 10-15-20 снег рыхлый сантиметров 10-15-20 будем заходить боком прямо само собой не зайду на этот холмик назад просто выкачусь и все ну заходи боком тут даже елочка не поможет сантиметров 10-15-20 вон зайцы набегали вдоль кустов сколько следов скользко становиться сантиметров 10-15-20 так крутовато начал заходить поднялся на пожне вышел сейчас сейчас надо пройти вдоль берега этого озера может еще и будет еще время у нас уже второй час так никого пока не нашел но уже наверное не найду через эту гусью через этот лес кстати ружье каким ружьем я охочусь охочусь сейчас мр-155 2013 года выпуска и приобретения пока вот за эти 4 года ни разу не подводила все нормально мушку конечно сразу поменял была крупная поставил маленькую сужение щек а нет это полный щек стоит у меня щек слишком узко бьет на ближнем расстоянии вот березка тоже толстая и короткая вот так вот ладно будем двигать дальше здесь нам пробуриться сейчас ружье пока наклещу закинул так удобнее взять камеру все таки это не экшн камера ее уже нужно в руках держать запутался тут немножко емой тут как все заросло раньше здесь дорога была нормальная так так по хрен придешь так подумаешь наверно пойду ка я напрямую лучше через озеро и дальше на дорогу только через полчаса уже стемнеет и ничего видно не будет надо уже беги домой и крупаток то конечно вам все равно покажу тут на днях отделок и ответы добывал дом лежат пока замороженое вот ехать я вам покажу тогда ничего такого добыть не удалось сегодня ничего главное как говорится процесс да вот здесь я пройду напрямую вот здесь я пройду напрямую все расхожу к селу такое небольшое село у нас вот мой дом впереди камера кстати виде камера это Panasonic V760 справляется как показала практика минусовой температуры хорошо аккумулятор не садится практически может быть какой то процент теряется по сравнению с GoPro Hero 3 Plus Black там ли камера экшн которая там вообще но можете только включаешь и проходит минута все она урубается аккуратно все потом уже ложь все в тепло все полный заряд снова аккуратно там литионный мороз не держит совершенно вот так вот топаем среди ложбинка опа сейчас буду баню топить подвиться хорошенько в итоге я ходил так 8 вышел сейчас уже 30 час по 3 вот что получается 6,5 часов пушком диски без передуха два раза в сверху купил вот я и подошел сейчас вам в курейте покажу куропаток добытых разорами вот собственно они добыты мои куропатки буквально 4 дня назад я их пока не теребил конечно ничего с ними не делал ждал думал может еще что-то будет чтобы сразу как говорится за компанию приходится все размораживать и убирать теперь у них лапки лохматые лапа тоже была пробитая этих я сбил в лед метров за 30 где-то крылья крылья уже не разогнешь кстати говорил я два пера черных вот они на хвосте точнее даже тут не два их но много больше просто внизу расположены они взлетают они хвост расщеперивают эти перушки видно где-то посередине вот они вот они вот так вот та же самая бровая птица кто-то говорит что они размером с рябчика хрен то ни хрена бли кряльчик будет раза два меньше чем куропатка так вот все всем спасибо за просмотр ставьте лайки кому нравится кому не нравится только дизлайки подписывайтесь на канал кому понравилось всем спасибо пока такая вот охота